Казачий отдел Казачий отдел Ежегодно сотни выпускников школ Карачева-Черкесии выбирают именно этот университет. Сегодня в СКФУ обучается порядка 1200 студентов из нашей республики. И все чаще они стали выбирать востребованные специальности в области строительства, электроэнергетики и электротехники. Подписанное соглашение предусматривает не только сотрудничество в сфере подготовки кадров, в том числе по целевым программам. Предметом сотрудничества станут и программы повышения квалификации для работников предприятий реального сектора экономики. В минувшие выходные Баталпашинский казачий отдел пополнился новыми казаками. В Узжигуте прошла торжественная церемония принятия присяги. Она проходила в храме Архангела Михаила, расположенном в центре города. Присягу приняло 9 человек. Перед началом мероприятия с напутственным словом к желающим принять присягу обратился священник, отец Александр Петров и атаман Узжигутинского районного казачьего общества Владимир Степанов. Они напомнили, что каждый казак, принимая присягу, должен осознать ее высокий смысл в дальнейшей жизни, руководствоваться своей верой, быть честным и готовым положить свою жизнь на алтарь Отечества. В рамках программы «Безопасность» доступна каждому. Огнеборцы 2-й пожарно-спасательной части Черкесска провели экскурсию по своей территории и рассказали о специфике работы пожарных и спасателей о безопасности, об основных правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Слушателями в этот раз стали особенные дети. В гости к пожарным отправилась и Фатима Даурова. Утро во второй пожарно-спасательной части города Черкесска выдалось нестандартным. Сегодня здесь готовятся к встрече с важными гостями. Сотрудники ведомства готовят спецтехнику к обзору, проверяют детали, наводят последние штрихи перед началом экскурсии. Будем проводить с ними беседу, инструктаж, также экскурсия по пожарно-спасательной части номер 2 города Черкесска. А вот и они, те, для кого сегодня так стараются огнеборцы. Воспитанники коррекционной школы, детки с нарушением слуха, особенные дети. Соответственно и подход к ним особенный. Принимающая сторона подготовила специальный формат экскурсии, адаптированный для комфортного восприятия ребят. Здесь сотрудникам чрезвычайного ведомства помогал судопереводчик, проводник в мир звука. В первую очередь гостей познакомились с мобильной испытательно-пожарной лабораторией. Рассказали, как она работает, чем оснащена и, собственно, для чего она предназначена. Но наибольший интерес вызвала полоса препятствий, которая расположилась на спортивно-тренировочной площадке. Ребята с присущими мужскому характеру, храбростью и телеустремленностью начали проверять на ней свои силы. Детям показали и караульное помещение, дежурно-диспетчерскую службу, а также комнату для отдыха. Самое зрелищное действие произошло в гараже боевых машин. Главный экскурсовод Владимир Ботвинко, старший инженер отдела организации пожаротушения Главного управления МЧС России по республике, рассказал об имеющихся в распоряжении пожарно-спасательной части пожарных машинах и об арсенале для тушения, которыми они оснащены. Дети слушались с большим интересом и задавали интересующие их вопросы. Ну и как же без примерки? После показа предметов боевой одежды и пожарно-спасательного оборудования, видя жгучий интерес и потребность ребят все-все потрогать, им разрешили примерить боевку. Так сами пожарные между собой называют спецодежду, которая не раз спасала их в критических ситуациях от ожогов. После ребята посетили музей Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии, где были представлены экспонаты и материалы, отражающие основные вехи становления чрезвычайной службы в республике. Памятное фото, одежда, которую раньше носили пожарные. Вся история о тех, кто стоял и продолжает стоять на страже безопасности жителей республики. Я думаю, что это очень полезная встреча. Надеюсь, что мы будем дружить. Искренняя радость и любознательность детворы вызвала улыбки у сотрудников пожарно-спасательной части. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни работников. А ребята смогли подчеркнуть много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В картинной галерее Черкеска открылась выставка картины «Скульптор» к 70-летнему юбилею известного художника Карачаева-Черкесии, имя и творческий след которого известны далеко за пределами республики Магомеда Исмаиловича Хабичева. Его творческие работы завораживают своей насыщенностью и многоплановостью. На юбилейной выставке побывал и Алихан Непшоков. Он владеет всеми жанрами художественного творчества. Каждая работа Магомеда Хабичева является целым самобытным миром, который приковывает взгляд посетителя в выставке. Выставка его творческих работ открылась в день его 70-летнего юбилея. Собравшиеся отмечали, что Магомед Исмаилович неоднократно становился дипломантом международных выставок. А ряд его произведений находится в частных коллекциях в России и далеко за ее пределами. Его ярко выраженный кавказский менталитет, самобытный талант художника возвышает его до образа национального героя. Творчество Магомеда Исмаиловича по праву считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства Карачаево-Черкесской республики. Заметными веками творческого пути мастера стали такие произведения монументально-станковой культуры, как в культурной композиции «Скорбь», «Село Красный Курган», «Аллея героев Великой Отечественной войны», «Село Учкикен». На мероприятии дали высокую оценку творчеству скульптора и присвоили Магомеду Хабичеву почетное звание гражданина Малокарачаевского района. В своих работах вы сумели выразить дух нашего народа, его достоинство и мироощущение. Ваш многогранный талант вызывает искреннее восхищение. Мы, ваши земляки, знаем вас как доброжелательного, отзывчивого, трудолюбивого, скромного человека, пользующегося уважением коллег. Его работы передают богатый культурный мир карачаевского народа. Магомедом Хабичевым были представлены лучшие произведения, известные широкому кругу ценителей искусства. Известны такие его работы, как «Дочь Апсаты», «Страна Алания», «Татаркан». Он является создателем «Аллеи героев Великой Отечественной войны» в селе Учкикен. Магомед Хабичев является скромным художником, который неустанно труится, обогащая культурное наследие карачаевского народа, отмечали собравшиеся. Хочу сказать о нем как о человеке. Человек удивительной порядочности, скромности, огромной трудоспособности. Вот эта награда, которая сейчас ему была вручена, мы как-то разговаривались и с главой района, и с депутатами, она, по сути дела, в течение буквально одного года, юбилейного года, во всех населенных пунктах были построены обновленные памятники. Это его труд. Сам виновник торжества Магомед Хабичев поблагодарил всех собравшихся за такую высокую оценку его творчества. Творческих успехов всем. Дели, работы, науки и так далее, так далее. Желаю крепкого здоровья всем родственникам и вообще всему нашему народу, чтобы наш народ процветал и показывал самые высокие результаты наук и искусстве и в других областях. Алиханеп Шоков, Мединаджан Кезова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Увидела свет новая книга ученого электротехника, общественно-политического и государственного деятеля, публициста и поэта Исмаила Алиева Хурзук. Это глобальный историко-географический очерк об одном из самых древних поселений не только Карачаева-Черкесии, но и всего Северного Кавказа. В этом труде впервые за древнюю историю аула. Приводится описание его ландшафтов, его достопримечательности, его драматической истории в контексте всего карачаевского народа. Приводятся имена и жизнеописания знаменитых хурзукчан. О своей новой книге профессор Алиев рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.